Сквер у ЗАГСа и дорожка к поликлинике в лесопарковой зоне – места, наиболее посещаемые жителями Видного. Здесь в любое время года всегда много прохожих, идущих по делам и просто прогуливающихся. Именно отсюда и начался осенний субботник в рамках месячника благоустройства. Месячники благоустройства проходят два раза в год после зимы. Обычно в апреле приводится в порядок все территории, заборчики, лавочки, подкрашиваются, мусор убирается, который за зиму накопится под снегом и потом выходит наружу. И то же самое происходит у нас перед зимой, когда мы готовим все наши площади к зиме, листу собираем, скомливая часть мы не трогаем, оставляем, мусор собираем. И неприглядный вид территории придает не только мусор, но и несобранные, а павшие листва, особенно в местах, где проходят автодороги. Ведь все токсические вещества накапливаются в почве, расположенной рядом. И оставленные на земле листья, накопившие в себе тяжелые металлы, к весне будут представлять опасность и для людей, и для деревьев. Мы живем в городе, который мы любим, поэтому приходится наводить порядок своими руками, не надеяться на то, что придут другие и сделают за нас ту работу, которую делать должны мы. В субботнике приняли участие сотрудники всех управлений, подразделений и служб районной администрации. Делать наш город чище, красивее, чтобы было приятно гулять с детьми, ходить по нашим улицам. Не усидела дома Элиза Матюшина. Она пришла на субботник вместе с мамой. Я сама захотела. Да что ты говоришь, а почему? Потому что я люблю на субботники ходить, убираться. В этой части города участниками субботника было собрано большое количество мусора, который будет вывезен на полигон. Итоги пока рано подводить, потому что месячник благоустройства осенний объявлен только лишь недавний. Сегодня первый субботник, который запланирован. У нас запланирован еще один субботник на следующих выходных. И наша задача – это максимально провести территорию нашего города и района к нормальному состоянию перед зимой, перед тем, как выпадет снег. Следующий общерайонный субботник состоится 22 октября. Все желающие могут принять в нем участие.